Сотрудниками наркоконтроля УМВД России по городу Твери в Пролетарском районе задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в хранении марихуаны. Наркотическое вещество, расфасованное в пакеты, хранилось в доме подозреваемого. Свертки с аналогичным веществом оперативники обнаружили в полости пластиковой водосточной трубы и в морозильной камере. По предварительным данным, наркотик предназначался для продажи. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения подозреваемого под стражу. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из Осташково в поселке Дмитрово-Черкас и Твери задержали молодого человека, подозреваемого в сбытии наркотиков. В ходе личного досмотра 29-летнего жителя Осташково полицейские обнаружили у подозреваемого 52 полимерных свертка с наркотическим средством. Фигурант планировал распространять запрещенное вещество бесконтактным способом на территории областной столицы. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы. 9 февраля 1935 года приказом НКВД СССР создано управление НКВД по Калининской области. В этом году Тверская полиция отмечает 89-ю годовщину своего образования. В истории полиции Верхневожья вписано немало героических страниц. Сотрудники ОВД боролись с бандитизмом, защищали родную землю во время Великой Отечественной войны, помогали отстраивать разрушенные в кровопролитных боях города и поселки. Накануне праздничной даты в музейной экспозиции ОМВД состоялась экскурсия для журналистов. Встречу провел хранитель музея, ведущий специалист-эксперт, майор милиции в отставке Владимир Потапчик. Он рассказал гостям о ранней истории полиции Верхневожья, начиная с царских времен и до современности, о становлении ведомства в Тверской области, в том числе о руководителях, возглавлявших Тверскую полицию в разные годы. Сегодня в музейной экспозиции находится не менее 6 тысяч экспонатов, и эта коллекция почти ежедневно пополняется. Среди экспонатов вооружения, которым снабжались правоохранительные органы в разные исторические эпохи, форма сотрудников милиции, средства связи и технические средства самых разных служб, экспертов-криминалистов, оперативников уголовного розыска, автоинспекторов, полицейских патрульно-постовых подразделений. Кроме бытовых вещей, архивных документов, фотографий, артефактов времен Великой Отечественной войны, в экспозиции есть реальные орудия преступления, которые некогда стали вещественными доказательствами в уголовных делах. Несмотря на то, что в последние десятилетия работа полиции качественно изменилась, изменились законы и требования к сотрудникам органов внутренних дел, но, как и сто лет назад, полицейские ежедневно стоят на защите закона и порядка.